Мы подъезжаем к цели нашего долгого путешествия, к правительственному бункеру Ямантау. Прямая связь с ним окончательно испарила обиду Мельника на меня за то, что я разрушил прежнюю жизнь. Он очень волнуется перед обещанной встречей с министром обороны. Наверное, для кадрового военного это действительно важно. Ребята же не разделяют его восторга и задают непростые вопросы. Где базы оккупантов? Кто мешает правительству поднимать страну с колен эти 20 лет? Мельник уверен, всему найдется объяснение. Его простят, нас сани простят тоже, и все поедут домой. В метро. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, что у вас впереди? Прием. Кругом все заброшено, но путь в норме. Прием. Добро. Не разгоняйтесь там особо и за радиацией следите. Прием. До сих пор не верится. Мы ведь добрались. Добрались, понимаете? И шли мы к этой цели не неделю, не месяц, 20 лет шли целую жизнь. И она была не напрасна. Теперь я точно знаю. Мама, а мы что, здесь теперь жить будем? Не знаю, а что? Мне здесь не нравится. Страшно так. Тише. Что ты? Товарищ полковник, до Демитра зашкаливает. Так всем надеть маски пассажира в руку и задрается накупо. Да, конечно. Пойдем, Настюша. Меняем планы. Дальше пойдем на трясение. Подождите там нас с Артемом. А я? Ты ведь сюда столько попасть не мечтала. А как правительству докладывать-то без меня? Дочь я тебе или не дочь? Ладно, давай с нами, а то все в мяшу проешься. Даже не сомневайся. Дерман, стоп, машина! Дерман, стоп, машина!